Шаг в будущее! В Березовском районе открыли лыжный сезон. Об этом и не только расскажу вам я, Альфия Сингатулина. Вы смотрите наши новости. Здравствуйте! Комплекс аэропорта в Березово принадлежит авиакомпании «ЮТЕР». А вот взлетно-посадочная полоса до недавнего времени находилась в собственности муниципального образования. В Игриме ситуация была похожей, но там в собственности муниципалитета был и комплекс аэропорта. Сегодня ситуация поменялась коренным образом. Две полосы и Игримский комплекс стали собственностью Ханты-Мансийского автономного округа. Вот как это прокомментировал заместитель главы Березовского района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом Сергей Титов. До недавнего времени аэропортовые комплексы, находящиеся в поселке Березово и поселке Игрим, находились в муниципальной собственности. В результате чего на муниципалитет тяжелым временем вложилось содержание этого имущества. Также у муниципалитета отсутствовали денежные средства на проведение такой капитальной реконструкции взлетно-посадочных полос и в Березово и Игриме. В результате чего мы на протяжении многих лет обращались в автономный округ с просьбой принять это имущество в собственность автономного округа. В результате проведенной работы летом текущего года правительством принято решение о передаче аэропортовых комплексов из муниципальной собственности в собственность автономного округа. После чего началась такая техническая работа, которая завершилась тем, что 28 ноября департаментами имущества издано распоряжение о приемке этого имущества в собственность автономного округа. И 29 ноября подписан акт приема передачи. То есть теперь это полноценно находится в собственности оба аэропортовых комплекса и Березово и Игрим в собственности автономного округа. Департаментом транспорта автономного округа уже в настоящее время прорабатывается вопрос. В первую очередь провести капитальную реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Березово. Ну и следом, наверное, Игрим пойдет. Елизавета Левицкая, учащаяся Березовской средней школы, приняла участие во всероссийской конференции «Шаг в будущее», которая прошла в Челябинске, где Лиза представила на суд жюри свой проект в виде компьютерной программы для изучения созвездий. Подробности в материале Сергея Алехина. Для начала пользования пользователь должен выбрать то или иное созвездие, нужное ему, например, созвездие дракона. После выбора в выплывающее меню становится активная кнопка «Построить». При нажатии на нее происходит отрисовка созвездия, а также появляется дополнительная информация о нем. С точки зрения астрономии, а также с точки зрения мифологии, о происхождении названия, ну и различные мифы, связанные с ним. Ученица из 11 класса Лиза Левицкая уже давно неравнодушна к урокам астрономии, и она всегда мечтала сделать свой вклад в развитие астрономии на территории Березовского района. В осенью прошлого года Лиза начала изучать языки программирования. Ее первой работой стала программа по изучению созвездий. На данный момент там всего 10 фигур из 88, но в будущем Лиза планирует добавить их все. С права находим Большую Медведицу, при помощи Большой Медведицы находим Полярную Звезду, а от Полярной Звезды находим все остальное, созвездие Малой Медведицы. Между Малой Медведицей и Большой находится созвездие Дракона. Также очень хорошо видно на небе созвездие Геркулеса, которое можно найти сразу, а также созвездие Кассиопии, которое мы можем видеть как букву W, ну или русскую M перевернутую. После того, как у ученицы получилось написать полезную программу для более качественного обучения такого предмета, как астрономия, Лизу пригласили на участие в научной конференции «Шаг в будущее» в Челябинске, где она показала в полном объеме работу своей программы, за что и получила диплом победителя второй степени. Я отправилась по направлению математика программирования, и в нашей аудитории были достаточно интересные проекты, очень жесткая такая конкуренция. На данный момент Лиза ждет начала следующей конференции, которая пройдет в марте в городе Москва, куда направить свою работу. И если ее одобрит, то Лиза поедет защищать свою работу уже на федеральном уровне. Сергей Лехин, авторское телевидение «Березова». Предупреждения о соблюдении правил выхода на лед по-прежнему остаются актуальными. На сегодня сохраняется опасность провалов под лед как автотранспорта, так и граждан, выходящих на водоемы. На территории Ханты-Мансийского автономного округа активно идет процесс образования льда. Однако в некоторых местах он все еще тонок. Поэтому прежде чем выйти или выехать на лед, гражданам рекомендуется обращать внимание на соответствующие знаки. А если это произойдет в местах, где это категорически запрещено, появляется вероятность быть оштрафованным в соответствии с Кодексом об административных нарушениях. Хочу предупредить жителей Березовского района о том, что выход на лед вне оборудованных местах запрещен. А если вы выходите в тех местах, где не запрещено, то надо выходить, зная толщину ледового покрытия. То есть безопасная толщина для одного человека составляет не менее 7 сантиметров. Толщина для движения снегохода от 12 сантиметров. Для движения автомобильного транспорта от 20-25 сантиметров. На территории поселения установлены знаки, которые определяют, либо запрещают, либо разрешают выход на лед. Жительница Игрима Ирина Четвертных была удостоена медали материнской славы. Ирина Викторовна – мама шестерых детей. Приехать на вручение гримчанка не смогла. Новость о том, что она награждена, стала для женщины неожиданной, но приятной. У меня четыре сына и две дочери. Старшему сыну 25, второму сыну 21, 17, 16, дочери 14 и самая маленькая. Семь лет мы пошли в первый класс. Я очень рада, что меня заметили, как бы заметили не меня лично, а вот семью нашу. Обратили внимание и удостоили, да, такой чести. В Приполярном также чествовали мам. Участницы конкурса «Мамы мира» встретились на мастер-классе по новогоднему декору, а также продемонстрировали свои кулинарные навыки. И не только. Подробности в сюжете Елены Матюгиной. Готовы? Начнем? С этих слов начался масштабный проект «Мамы мира». Ноябрь для муниципального казенного учреждения «Олимп» и «Приполярного» выдался насыщенным и творческим. Идея объединения двух праздников – День народного единства и День матери – стала основой интересного, многонационального, семейного и дружеского проекта «Мамы мира». Участие было насыщенным и познавательным. Мамы встретились на мастер-классе по новогоднему декору. С удовольствием посетили фотосессию и стали моделями в национальных костюмах. Записали прекрасный аудиодиск «Сказка на ночь», где каждая участница на своем родном языке рассказала свою историю. Теплым и душевным стало мероприятие «Чай дружбы», на котором состоялась презентация сладких национальных блюд. Я испекла для вас сегодня сочник. Делается достаточно просто, обычное песочное тесто. Кстати, масло здесь белопиское используется. Я приготовила традиционное татарское блюдо чак-чак. Называется плацента, делается очень просто. Моё блюдо называется фарингер-блеш. Так как мы чуваши, которые живут в Башкирии, наши культуры уже давно смешались и кухни тоже. Вот такие коржи с маком у нас готовятся. Ну как, ежедневная сладость готовила моя бабушка, моя мама. Но мой ребенок, к сожалению, попробовала их впервые. А пока участницы были заняты домашними делами, их дети тоже посетили мастер-класс в рамках всероссийской акции «Крылья ангела». Приготовили для своих мам прекрасных ангелочков и вручили их на концерте. И, конечно же, не забыли сказать приятные слова своим самым дорогим мамам. А как ты маму любишь? А, вот так. Для чего нужна мама? Что она у нас купила? А 23 ноября состоялась финальная встреча участниц проекта «Мамы мира». Мамы показали себя во всей красе, поведали особенности своих национальностей, пообщались с залом. В итоге каждая стала победительницей в своей номинации. Приз зрительских симпатий достался Наталья Войтович «Украина», а лучшей среди лучших стала Елена Адамович «Беларусь». Такие проекты вдохновляют, раскрывают, придают уверенности и дают надежду на светлое будущее. 3 декабря – Всемирный день инвалидов. Сегодня в России инвалидами являются около 8% населения страны, а это более 11 миллионов человек. Такие люди живут и рядом с нами в Березовском районе, которым нужна наша помощь и особая поддержка. Эта дата призывает всех нас задуматься о милосердии, протянуть руку помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, а также объединяет всех, кто не остается равнодушными к их мужеству, упорству, талантам, способностям и умению настойчиво идти к намеченной цели. Накануне глава городского поселения Березова Дмитрий Чупров совместно с депутатами Совета поселения от фракции «Единая Россия» лично поздравили тех жителей поселка, кто по воле обстоятельств ограничен в передвижении. В основном это люди пожилого возраста. Гости подарили чайные наборы, поинтересовались о здоровье и самочувствии своих земляков. Те, в свою очередь, рассказали, что чувствуют себя хорошо, а рядом всегда находятся их родные, которые заботятся и ухаживают за ними. Добрая традиция поздравлять людей с ограниченными возможностями здоровья в Совете депутатов городского поселения Березова сохраняется на протяжении нескольких лет. С подарком помогают как местное отделение партии «Единая Россия», так и отзывчивые предприниматели Березова, которые также неравнодушны своим землякам. Это ежегодная акция, которую проводят депутаты Совета поселения Березова из фракции «Единая Россия». Мы ко дню инвалида ездим поздравлять лица с ограниченными возможностями, которые не могут по тем или иным причинам выходить из дома по состоянию здоровья. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех людей, всех лиц с ограниченными возможностями с этим праздником, пожелать, конечно, им огромного здоровья. Десятки жителей районного центра приняли участие в открытии нового сезона, которое прошло на лыжной базе Березовской спортивной школы. На лыжи встали как воспитанники этой школы, так и просто любители. Соревнования были организованы таким образом, чтобы все участники смогли продемонстрировать свои навыки владения лыжами. В соответствии с возрастом. Подробности в следующем репортаже. 13 комплектов наград были разыграны на соревнованиях, приуроченных к открытии лыжного сезона. Самые юные участники стартовали в группе 2010 года рождения и младших. Возрастной ценз самых старших любителей лыж ограничен не был. Традиционно активное участие в забеге приняли члены районной организации ветеранов. Районный совет ветеранов выставил команду в количестве 9 человек. Мы готовы, мы всегда выступаем, всегда открываем, и на всех мероприятиях лыжных мы участвуем. В зависимости от возраста участников забеги проводились на разные дистанции – 500 метров и 1 километр. Самые лучшие результаты показали те, кому уже больше 18 лет, но еще меньше 35. С неплохим итогом на финиш приходили и спортсмены 10-11 лет. 3 минуты 40 секунд с таким результатом закончил гонку на 500 метровке Дмитрий Марьясов. И это один из лучших результатов юного лыжника в его пока непродолжительной спортивной карьере. У меня только за «Кросс» были первое и второе место. С лыжной бомбки только шестые и четвертые, но медали за это, конечно, не даются. Немаловажно, что большинство участников показали высокие результаты уже в начале сезона. И это явится стимулом для дальнейшего участия в лыжных соревнованиях, которых будет несколько. Стимулом стал и блеск медалей, которые получили призеры. Также на церемонии награждения вручали сертификаты на посещение лыжной базы с бесплатным прокатом снаряжения. Специальные подарочные сертификаты получили и спортсмены из команды Совета ветеранов. Таким образом, лыжный сезон в Березово можно считать открытым. А организаторы соревнований уже в ближайшем будущем обещают целый ряд зрелищных мероприятий. Мы подумали, у нас сегодня много участников, но надо работать в направлении, чтобы было еще больше. И уже нами предпринято несколько шагов к этому. Надо просто сделать интересным это. Вот у нас планы на новогодние праздники. Там будет новогодняя гонка Деда Мороза. Горочку построим, будет конкурс на лучшие сани. Но самое главное, мы хотим взять из хорошего советского прошлого ряд мероприятий, каким образом привлечь желающих заниматься лыжными гонками. Это пока небольшой сюрприз, но мы работаем над этим. Я надеюсь, что за этот сезон, скоро сделаем прокат, за этот сезон у нас количество, занимающихся лыжами, увеличится. Валерий Белый, Сергей Алехин, авторское телевидение «Березово». Лыжный сезон открыли и в Саранпауле «Лыжня Андрея». Ежегодный марафон от Саранпауля до Ламбовожа. Для того, чтобы осилить такую дистанцию, необходима хорошая физическая подготовка. Поэтому саранпаульцы, как никто, ждут открытия лыжного сезона. О любви жителей Саранпауля к лыжному спорту смотрите в сюжете Ирины Будниковой. Первый день зимы активные жители Саранпауля с удовольствием приняли участие в лыжных соревнованиях, организованных Центром поиска. Центр поиска объявляет старт массовому спортивному мероприятию открытия лыжного сезона. Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется Рокиной Анастасии Федоровне и Вакуеву Александру. Анастасия Федоровна Рокина со школьного возраста занимается лыжами. Всегда участвует на соревнованиях, ходит на лыжню Андрея. Сегодня в Саранпауле у нас очень приятное, хорошее мероприятие – это открытие зимнего сезона. Спасибо всем участникам, которые пришли сегодня, всем организаторам этого мероприятия. Я стараюсь всегда приходить на эти мероприятия, потому что я со школьной скамьи уже бегаю на лыжах. И это мое хобби, не могу. Пока есть здоровье, хожу и занимаюсь спортом. Участниками соревнований стали дошкольники, учащиеся школы и взрослые. Кто-то стремится к спорту и очень активный сам по себе. А для Ксении Рокиной занятие спортом – это семейная традиция, которая помогает вести здоровый и активный образ жизни. Я участвую в соревнованиях, потому что это какая-то традиция моя. Я каждый год участвую. У меня папа ведет лыжную секцию. Я постоянно катаюсь уже с маленького возраста. Мне это нравится, это очень весело. Можно проверить себя, на что ты способен, как ты можешь пробежать. Для Саранпауля лыжные гонки являются традицией и приятно, что есть семейная эстафета, во время которой чувствуется преемственность, сплочение и увлечение данным видом спорта. Я везде участвую, в Альянсе, везде. Еще и спортом, лыжным сама делаю лыжным. Я любитель. Максим, любишь с бабушкой участвовать? Где ты с бабушкой еще участвуешь? Я участвую в 20-20. Здесь соревнования идут, а они участвуют? Здесь соревнования идут, а они участвуют. Несомненно, лыжный спорт является самым массовым в нашем поселке. Ведь снег ложится в наших краях иногда в октябре, а окончательно сходит только в мае. В 2016 году администрации сельского поселения Саранпауль была создана лыжная база «Лыжник», управлением которой на данный момент занимается Центр поиск. Сотрудники организации следят за трассами, вырубают кустарники, прорезают лыжню. Прошлой зимой за счет средств Федерации лыжных гонок были приобретены два модульных помещения. В них тепло и комфортно. Здесь проходит занятие лыжной секции, которой руководит Иван Павлович Рокин. По выходным для всех желающих встать на лыжи работает прокат снаряжения. В соревнования открытия и закрытия лыжного сезона дюдцам поиск проводится самое его открытие. Но вернемся к истории. Дюдц поиск организовался не на пустом месте. До него была начальная школа. И под руководством Ивана Николаевича соревнования, посвященные лыжному спорту, проводились очень и очень давно. Если сказать конкретно о центре поиска, то с самого открытия проводились, особенно закрытия, потому что очень сложно проводить открытия, дай бог какая погода. Очень хорошо данная трасса создалась здесь, где нет ветра, где даже при такой погоде люди себя чувствуют комфортно, уютно. И спасибо всем организаторам, что они находят время и силы поддерживать лыжню и давать людям возможность вставать на лыжи и укреплять свое здоровье. Ирина Будникова, авторское телевидение Березова, Саранпауль. Все новостные выпуски и сюжеты смотрите в наших официальных группах березова.инфо в социальных сетях. Это вся информация на сегодня. В студии работала Альфия Сингатулина. До встречи. Альфия Сингатулина.